Сегодняшняя тема называется «Соболезнования по поводу смерти ребёнка». Дорогой мой брат в вечной жизни Хафиз Халид. Пусть это письмо одному человеку было написано, но здесь к всем есть очень важные уроки тоже. То есть обрадуй терпеливых, которые, когда их постигает бедствие, говорят поистине, мы от Аллаха и к Нему возвращаемся. Брат мой, меня глубоко опечалила смерть твоего ребёнка. Однако, аль-хукму лиллях, то есть решение Аллаха, смирение с несчастьем, покорность судьбе является одной из особенностей ислама. Пусть Всевышний даст вам достойное терпение, а покойного сделает вашим заступником и поддержкой будущей жизни. То есть дети могут заступаться за своих родителей в вечной жизни. Для вас и таким, как вы, богобоязненным верующим изложим пять пунктов, которые покажут вам великую радостную весть и истинное утешение. Первый пункт. И все, что дает удовольствие, радость будет в раю. То есть все, что человек, от чего радуется, будет в раю. И неправы те, кто считает, что в раю нет любви и ласки к детям из-за того, что он не является местом для продолжения рода. То есть в раю люди не рождаются там. Однако, вот эта любовь к детям там тоже есть. А также этот благословенный аят фразой Вильдану Мухаллядун, то есть дети вечно юные, давая такую радостную весть, указывает на то, что вместо десяти коротких лет ласки и любви к ребенку в этой смешанной сострадании неземной жизни, обрести чистую, беспечальную, вечную родительскую ласку и любовь на протяжении миллионов лет является величайшим источником счастья для верующих людей. Второй пункт. Однажды один человек находился в тюрьме, и к нему отправили его любимого ребенка. Этот бедный заключенный страдал и от своего горя, и от того, что не мог обеспечить покой своему ребенку. Позже милостивый правитель отправил к нему одного человека и сказал, «Этот ребенок, правда, твое дитя, но он является моим подданным, из моего народа. Я возьму его к себе и буду растить в прекрасном дворце». Тот человек стал плакать, причитать, «Я не отдам своего ребенка, который является моим утешением». Хотя в тюрьме он не может этому ребенку обеспечить спокойствие или счастье и так далее. Его товарищи сказали ему, «Твои огорчения напрасны». Если ты переживаешь за своего ребенка, то он вместо этой грязной, зловонной, изнурительной тюрьмы отправится в просторный, прекрасный дворец. Если же огорчаешься за себя, думаешь о своей пользе, то если ребенок останется здесь, несмотря на свою временную, сомнительную пользу, то есть будет ли он помощником в этой жизни, не будет ли, как сложится, еще неизвестно. Из-за мучений ребенка ты будешь много страдать и мучиться, то есть проблемы там, какие-то испытания. А если он пойдет туда, для тебя в этом есть огромная польза, потому что он будет причиной проявления к тебе милости правителя, станет в роли твоего заступника. Правитель пожелает, чтобы ты встретился с ребенком. И, конечно же, для встречи он не отправит его в тюрьму, а наоборот, освободив тебя из тюрьмы, позовет в дворец и там ему устроит встречу. Но с условием, если ты будешь верить и повиноваться правителю. То есть, когда умирает ребенок, у верующего человека, если он не жалуется, одна из дверей ада для него уже закрывается, то есть семь дверей ада есть, он уже приближается к краю. Всевышний, конечно, какие-то испытания посылает, но с терпением, когда мы воспринимаем, за это нам огромные вознаграждения дает. Так вот, дорогой мой брат, подобно этому примеру, если у верующих, как и у тебя, умрет ребенок, они должны думать так. Этот ребенок невинен и нет у него греха. И к тому же его творец милости и щадр. Вместо моей неполной заботы и воспитания он взял его под свою совершенную заботу и милость. «Освободив из темницы сего мира полный горечи, бед и мучений, он отправил его в райские сады». Какое счастье для этого ребенка! Кто знает, каким бы он стал, если бы остался здесь. Может быть, испортился бы, совершал грехи, попал бы в ад. А так, например, ребенок невинный, он прямиком в рай направляется. Поэтому я его не жалею, а считаю счастливым. А что касается моей личной пользы, то я и себе не сочувствую, горько не печалюсь. Ибо если остался бы он в этом мире, то дал бы мне 10 лет временной, смешанной с огорчениями любви к себе. Если бы он был добрым и умелым в делах этой жизни, может быть, он был бы моим помощником. Но от того, что он умер, он будет моим заступником, стал причиной для достижения вечного блаженства и для миллионов лет любви к ребенку в вечном раю. И, конечно же, тот, кто потерял сомнительную получаемую сразу в этом мире пользу, которая может и не быть этой пользы, во-первых. И, во-вторых, она очень быстро пройдет. Но обрел непременную, которая 100% будет даровано, отсроченную, которая будет дана в вечном мире пользу, не будет горько печалиться, безнадежно сокрушаться. Третий пункт. Умерший ребенок был всецело творением и рабом милостивого Творца и, принадлежа ему, был спутником своих родителей, который на время был дан им на попечение. То есть это не наше творение, это творение Всевышнего, которое дал нам на попечение его. Творец сделал его родителей его служителями. И за это служение в качестве немедленного, преждевременного, как сразу дается, вознаграждения, одарил родителей сладким чувством нежности и ласки к своему ребенку. То есть от этого наслаждения, даже не желая никакого выгоды и так далее, родители служат своим детям. И от этого самого служения получают огромную радость. И теперь, если этот милостивый Творец, которому из тысячи прав принадлежит 999, по потребности, милости и мудрости, возьмет этого ребенка из твоих рук, завершит твою службу, то есть завершилась твоя обязанность, то есть доверил тебе Всевышний, теперь забирает обратно, то имея одно внешнее право безнадежно горевать и сокрушаться, как бы выражая жалобу на истинного хозяина тысячи прав, это не будет подобать верующим людям, а скорее подобает беспечным, забывшим Творца и забудшим. Это один из примеров из жизни великих людей, то есть одни из подвижников пророка, когда ему сообщили, что у тебя умер ребенок, он находился на верблюде в это время, он спустился и сделал сужду благодарности Аллаху, сказал, аль-хаммдалиллях. Его спросили, почему ты так, ты же, например, потерял что-то. Он говорит, нет, до этого это было доверенное для меня, то есть за которое я несу ответственность, а сейчас я уже за это получаю вознаграждение. То есть ушел ребенок, не жалуется человеке, он уже получает вознаграждение. Четвертый пункт. Если бы этот мир был вечным, если мы здесь никто не вечный, на самом деле, у нас уже о том, что мы из этого мира уйдем, решение вынесено. Мы все обречены на то, что мы из этого мира уйдем. Просто когда уйдем, для нас скрыто. Поэтому это если человек не забывает, для него вот этот смерть и разлука не такие страшные. Если бы этот мир был вечным, если бы человек жил в нем вечно, если бы разлука была вечной, тогда в горестном унынии и в безнадежной скорби был бы какой-то смысл. Потому что это временная разлука. Мы все в раю встретимся. И ничего не было. Но поскольку этот мир является гостиницей, то туда, куда отправился умерший ребенок, отправятся и мы, и вы. То есть самые лучшие из людей, пророки, алейхи мусалятов, они даже не остались. Даже самые там великие правители не остались в этом мире. Тем более мы тоже не останемся. Но есть вечный мир. И к тому же эта смерть не касается лишь только его, а является дорогой для всех. И поскольку и разлука не является вечной в будущем и в потустороннем мире, берзах, то есть берзах, в мире, где живут души умерших, то судного дня и в раю будет встреча. Потом уже после судного дня вечный материальный рай. То надо сказать Аль-Хукму Лилляту Решение у Аллаха Он дал, Он и взял. Хвала Аллаху в любом состоянии и с терпением благодарит Творца. Пятый пункт. Милосердие, являющееся самым нежным, прекрасным, самым приятным и сладким из проявлений божественной милости, представляет собой лучезарный эликсир. То есть дарованное человеку такое чувство от милости до Всевышнего дал. Оно намного чутьче любви и дает быстро прийти к Всевышнему, приближая к Творцу. Как, например, ложная мирская любовь, пройдя большие препятствия, переходит в истину и приходит к Аллаху. Так и милосердие, но беспрепятственно, быстрее, легче, дает сердцу обрести Его, то есть Творца найти. То есть как человек переживает сострадание, проявляет милосердие к созданиям, но потом видит, что у них есть абсолютно милосердный Творец и начинает к нему обращаться, его любить. И отец, и мать любят свое дитя, как весь мир. Когда они лишаются своего ребенка, если они счастливы, если они истинно верующие, они, отвернувшись от всего мира, обретут истинного благодетеля. То есть Аллаха скажут так. Поскольку этот мир бренный, он не стоит того, чтобы связывать с ним сердце. У них проявится связь с тем миром, куда ушел их ребенок, то есть вечность. Они обретут высокое духовное состояние. Беспечные и заблудшие люди лишены благополучия и радостной вести, которая содержится в этих вести истинах. Посудите сами, насколько горестны их состояния, когда они видят своего милого, очень любимого, единственного ребенка в предсмертной агонии из-за своей беспечности или заблуждения. То есть от того, что они не знают Творца, они признают существование вечного мира и вечность души, видя смерть, видя небытия и вечные разлуки. И поэтому вместо мягкого ложа, представляя грунт могилы, они не думают о рай милостивого Творца и о его райских дарах. Ты можешь представить, какое горе и отчаяние переживает такой человек. Однако вера, иман и ислам, являющиеся средством для достижения счастья в обоих мирах, скажут верующему человеку, милостивый Творец этого ребенка, находящегося при смерти, освободив его из этого грязного мира, ведет его в рай. Здесь постоянно какие-то опасности, грехи и так далее. В раю нет таких вещей. И сделает его своим, твоим заступником, вечным ребенком, разлука временна, не беспокойся, скажи. Аль-Хукму лиллях, то есть решение в Аллаху, инна лилляхи, ва инна илляхи руху джуум. И проявить терпение. Аль-Ба-Ки, ва-Л-Ба-Ки, саид-Муси, ва-Ла-Ла. Субханака ла аль-Малана илля ма аль-Лантана, инна ка антал али-Мал-Хаким, ва-Лхамду лилляхи раббин ааламин.